Здравствуйте! С вами я, Нина Матвеева. Будем продолжать тему старухи шапокляк. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поговорим о хороших и плохих делах. Ну вот вы как думаете, когда я взялась за эту тему? Я что, не знала, что я на себя накликаю? Очень хорошо все знала. Шла на это осознанно. Но уж только никак не для того, чтобы развить свой канал. Такими делами, естественно, его не разовьешь. И хороших подписчиков будет мало. Потому что людей, понимающих, мало. Те, кто не понимает, они все находятся на других, как говорят, в стрёмных каналах. Так вот, эти дамочки с этих каналов ко мне приходят, пишут всякие комментарии. И вот сегодня смех смехом показал скриншот. Я честно говорю, никогда под каналом Мороз комментарии не читаю. Ну что там читать? Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку? Сто раз я об этом говорила. Ничего там вроде как интересного быть не может. И уж никак мне не могла подумать, что только меня, единственную, удостоили внимания и ответили на то, что им написала 78-летняя Евгения Гришина из Москвы. Дама, видимо, учёная. 78 лет. Тургеневская барышня. Я потом залезла в свои вот эти вот комментарии, там удалённые, неудалённые, понять не могу. Думаю, чё, что мне такого там писала? И вообще я что-то не помню, что меня там кто-то шизофреничкой обзывал. Меня всяко так называют, может, кто-то и называл. Не нашла. Нашла только то, где она говорит, что надо бы мне Тургеневу почитать. Читала. И не только Тургенева. Успокойтесь, дорогие господа. Хорошие. И барышни Тургеневские. 78 лет. С чем вас и поздравляю. Ой, да чё смешно. Вот я думаю, что ж она могла мне такое написать. Интересно, что пошла жаловаться к Елене Мороз. Искать защиту. От такого злобного канала, как мой. Ну зачем же ты приходила-то, подруженцы? Там уж мне такие вещи пишут. Там прям просто не целое издание литературное поговорить. Не с кем они мне пишут и пишут. И всё про Бога говорят. И про пост говорят. И не осуждая говорят. Я им пишу, а вы меня не осуждаете. Вот кайтесь. Ставите на колени. Не кайтесь за то, что вы меня осуждаете. Не нравится. Говорят, больше мы тебя смотреть не будем. Ой, ну я после смех смехом зашла всё-таки на этот канал, прочитала, что там было написано. Ну наверняка не сама. Написала дочка, наверное. Как она мне там сказала, что ну вот она там не будет и так далее. И то, что там всё вернётся. Всё, ну как всегда. Ничего новенького. Мне вот интересно, понравился там один... Так вот, там один комментарий. Говорится о том, что я там такая старуха из Иргей, с кривыми ногами. А вы мои ноги видите? Это значит человек. Прошёл по всем моим роликам. Нашёл ролик, где мы там вытанцовывали, да? И посмотрел, какие у меня ноги. Определила. Ну видимо женщина, наверное, не знаю. Посмотрела. Да, женщина, да. Девушка, скорее всего, значит. Не понравились ей мои ноги. Ну, главное, что это, чтобы у тебя были хорошие ноги. Вот всем так отвечаю. Вот они мне что-нибудь напишут, а я говорю. Хорошо, чтобы у тебя были такие ноги. И нечем ответить хорошим. Ну, нечем абсолютно людям. И вот они там, значит, изрыгаются. Под этими комментариями. Так что вот. Значит, титул мне такой присвоили. Полупьяная шизофреничка. С деменцией. Ну, где вы видите? Ну, я уже об этом говорила, да? Во-первых, что я пьяна, это нет. Это к вашим мороз. Что шизофреничка, это тоже нет. Абсолютно. И про деменцию мне пока еще говорить рано. А вот там признаки уже есть. Человек путается в словах. Одна нигде не бывает. Ее постоянно кто-то сопровождает. А кого сопровождают? Вот мне не надо никого сопровождать. Я пока еще самостоятельно могу себя обслуживать. И речь вроде как у меня связанная. А там, извините, на каждом слове спотыкаются. Забывают. Как произносятся слова. Что они значат, эти слова. Так что вы, пожалуйста, проследите за своей любимой блогершей. Вот уж там, где признаки уже начинают проявляться. А она ведь намного... У меня, Владыч, девчонка практически. Вот так вот. Что ж еще очень просят? Говорят, займитесь делом. Покажите свое. Делайте что-то. Показывайте свое что-то. Ну, вы меня извините, товарищи. Вот мне всегда интересно. Вот снимают люди блоги про свою жизнь. Все до трусов. Вот я сегодня убедилась, что все до трусов. Мы к этому еще вернемся. Вообще, вот, в принципе, показать свою жизнь, это пригласить к себе людей в гости. Почему должны ко мне такой толпой в гости являться? А вот поговорить можно, правда? Высказать свое мнение можно. Люди газеты читают, там высказывают всякие мнения, рассказы, статьи. Ну, не нравится, не слушайте. Вот. Ради Бога. А если человек открыл всю свою жизнь, пригласил вот эту тысячу народу к себе домой, в свою семейную жизнь, значит, он разрешает. Ну, а в любом доме бывает и хорошо, и плохо. Значит, если хорошо, то здрасте, пожалуйста, какая вы хорошая. Молодец. А если что-то не так, то, значит, виноват зритель. Ну, как вы считаете? Я вот так считаю. Так что извините. Вы расскажите о себе с юмором. А я что, разве не с юмором о себе говорю? Ну, у кого какой юмор? Тот так и говорит. А самое интересное, не все ведь юмор понимают. Так что вот о себе и заканчиваю говорить. Дай Бог вам всем дожить до моего возраста, оставаться в здравом уме и памяти, особенно тем, кто молод. Такими словами нехорошими говорят, где они их нахватались, наши литературные герои? Ну, а теперь поговорим все-таки про вашу героиню. Вот что не так? Вот вчера буквально сказала, на полчаса шли изучать инструкцию, так сегодня же она сама рассказывает, какие они балбесы, сколько времени они потратили, чуть не сломали этот свой агрегат. Ладно, там какой-то умный человек нашелся по телефону и сказал, какие кнопочки нажать, и что сделать. Я же говорила, не обзор, а позор. Что эти производители думают? Находят, кому эти посылать? Или им без разницы, кому посылать, лишь бы только, видимо, это название где-то засветилось. Ну, это и их дело. Считают, что так нужно, Бога ради, пусть посылают. Хоть на помойку, без разницы. Ну, валяется тоже реклама хорошая. Чего валяется? Вот. Что туда послать, что выбросить, все равно. Ой, колбасину-то наконец-то. Вот вы знаете, я, честно говоря, смотреть не стала кулинарный канал, там заставочка-то есть. Такой вид у этой колбасы в рот я бы ее не положила. Уж не знаю, как вы там. Тем более в пост. Ой, а сколько комментариев про этот пост, про этот пост. Вы ей напишите про этот пост? Вы мне-то что пишете? Откуда вы знаете, что я ем? Я ни одного плохого слова никому не сказала. Абсолютно. Никого не обозвала. Никого никак не назвала. Вы меня все призываете к совести. Все у меня в порядке. И с верой, и с совестью, и с постом. Успокойтесь. А вот вашей дамочке нужно задуматься. Прежде чем она что-то думает. Наверное, задумывается. Вот сегодня, когда к бомбилятам-то ходила, к своим, она, видимо, старалась очень. Наверное, все-таки посмотрела. Либо дочкой что-то сказала. Так она сдерживалась. Так она сдерживалась. Уж их нахваливала там. И малышами-то она их назвала. Ну, значит, может человек себя в руках держать. Но не удается. Видимо, признаки как-то уже сказываются всяких старческих заболеваний. Дело-то к пенсии уже практически. Она там до нее доползла, скажем так. Ну, вот. Немножко уже осталось. Получается, скоро будет. Так, ну. И опять я вам хочу сказать про рекламу. Обзоры эти позоры. Чего она там рекламировала? Какой-то Ньючик. Я, девяже, женщина, удивляюсь. И ей пишут, какая вы красивая, Елена. Какая вы красивая. Вот знаете, и так не надь. И задаром не надь. Мне пишут, вам никто ничего не пришлет. Да и не надо. Я же вам говорила, врет она все. Говорит, что я плохие вещи на обзор не беру. Ну, и что она там себе набрала на обзор? Ну, может быть, просто так человек воспитан, но без вкуса. Да, абсолютно без вкуса. Вот такое платье одеть, я не знаю, только похохотать над производителем. Не реклама, а антиреклама. Вот эта зеленая там, балахон, который на ней был. А все говорят, ой, как хорошо, ой, как хорошо. Ну, что, лучше, что ли, не видели? Вот вы что думаете, я тут блещу сегодня? Праздник у меня. О, известный, да, восстановлюсь? Шучу, конечно. Не наберу я, не наберу подписчиков. Часы я не наберу, не волнуйтесь. И денег получать не буду. Ну, что хочу сказать. А меня-то она похвалила на стриме. Да, она сказала, дорогие мои подписчики, что вы смотрите, а я кучу денег получаю, я вам за это благодарна. А я подписчик и смотрю. Значит, и меня она похвалила. За что вам не жальщий поклон, мадам. Элет. Теперь опять о платье вернемся. Вот нарядилась она в это желтое платье. Девочки, вот они вам и трусы. Я же сказала, ну показывают абсолютно все. Вот говорят, она еще говорит, может, меня извините, заднее место показать? Ну почти что. Ну трусы она уже там свои продемонстрировала. Может быть, там дома-то не видно было? Может, это просто на компьютере так? Она же говорит, я не монтирую, не смотрю, что вот там на, извините. То вам и показываю, то и вываливаю. Вот опять и навалила себе в этом желтом платье. И говорит, я буду ходить, и все будут меня замечать. Конечно, буду замечать. И вот есть тоже вот, видите как, о, блещок, о, вот так вот. Я так подумала, что мой старый гардеробчик, который накопился у меня за мою жизнь, который я не перерезала, не перешила, лучше этого ньючика сто раз. Пошла так вот, поискала, что-то думаю, о, что-нибудь под... себя поднацеплю. А потом платьев. Куда-то она собралась ехать в этом платье, где все женщины ходят в длинных, значит, там, нарядах с какими-то ленточками, и говорит, в русском стиле одену платочек, и будем мы там что-то демонстрировать. Элен, платочек тебя не спасет. Не спасет. Ты же все время говоришь, что ты украинка-хохлушка. И даже если ты платочек оденешь, ты не к этим, не к этим, не к башкирам, ну, никуда. Ты отдельное явление природы. Вот девочки сегодня назвали тебя? Не владычица, говорит, морская она, кикамерополотная. Ну, это они так считают. Им виднее. Они молодые, у них глаз остренький, а я так вот в очках вот думала, что ты русалочка. Да, вежливо так. Ну, вот так вот. Вот то самое длинное платье, я хочу сказать, что которое там с ньючика-то демонстрировалось, из какого-то дебильного ткани, я так представила, так я маленечко соображаю в этом деле. Это же жуткая ткань. Отвратная. Не к телу. И мнется, и на самом деле, извините, дерьмо. И уж никак оно не в русском стиле выполнено. Может, какой-нибудь там Индии или еще какая-то страна, я не знаю, но не в русском однозначно. Может, в скандинавских странах подойдет. Так что, подруга, ты проконсультируйся, а то припозоришься. Мой тебе совет. Хороший совет. А то тоже кто-нибудь заметит. Не только ее. Вот так. Ну. И вот она все говорит. Я такая, я такая. Я всем дарю, я всем дарю. Какой-то там подружке, извините, платье, террасорочка. Куда она в этом платье ходить-то будет? Спать только можно в нем. Извините. Ой, такое оно хорошее, такое хорошее. Товарищи-производители. Либо вы такие дерьмовые, либо вы туда отправили товар не по месту. Ну, уж не знаю я. Либо все вот эти вот зрители, которые ее нахваливают, ну, наверное, совсем ничего не видели, хорошо не одевались. Но по-другому я сказать не могу. Такое у меня сложилось мнение. А назвали меня очень злобная и ненавистная женщина. Это я-то. Злобная и ненавистная женщина. Не сказавши ни одного дурного слова в человеке. И говорю только то, что вот вижу. А слова плохие я не говорю. И она говорит. Сегодня. И вообще стримы я ее тоже уже давно не смотрю. А у нее сегодня с утречка-то видиков-то не было. Ну, думаю, дай-ка загляну, посмотрю там, что она там, извините. Ну, посмотрела. Никого она не суждает. Ничего она не говорит. А про Диану Строгую, про казачку, сказала, вы мне вообще ничего не говорите, слышать не хочу. Это что, не осуждение, что ли? Это просто рассуждение? Ну, и чем, извините? Вот я. Это не моя сущность, не мое нутро. Нет, это так. Как молодежь говорит, для прикола. Вот человек сам всех осуждает, рассуждает. А когда о нем что-нибудь такое скажет, не нравится? Всем нравится, когда хвалят. Да. Ну, и вот опять начинает рассуждать. Вы представляете, на что сегодня липануло, а? Что если бы не болезнь Славика, у нее бы уже было 200 тысяч. Осознает свой поступок. Осознает. А вы думаете, у нее было бы 200 тысяч? Ну, может, как-то бы там накрутили, я не знаю. Честно, очень трудно заработать, я так думаю. Вот это надо очень постараться. Нужно быть очень интересным человеком, со своим мнением, с какой-то своей харизмой. А там, извините, кроме вот такого вот шлепандролистого выскакивания и ляпанье, что попало, чуть-чуть не ничего не вижу. Вот. Так что у меня сегодня разбор полетов состоялся вот в таком виде. Может быть, он не очень интересный. Ну, темка такая была, да, не очень интересная темка. Вы не думайте, что я тут вот даже и вроде снимать-то нечего было про нее веселого. Как я уже говорила вам, кулинарной не смотрю. Ой, она же еще обещает нам показать, показать, как они собирали эту свою коптильню. Точно смотреть не буду. Все, я уже сказала. Совершенно безграмотный. И он у нее мужик. Кто в технике соображает? Технике соображает. Три кнопки нажать не мог. Чуть не сломали. Поэтому, что смотреть? Смотреть было нечего. Дурь, как говорится, каждого должна быть видна. Вот она и все видна была. Я не знаю, вы не увидели, что ли? Я увидела. Вот. Ну, а что еще скажешь, дурь-не дурь? Помните, анекдот обещала рассказать про обезьянку? Ну, вы его все знаете. Вообще у меня с этими самыми анекдотами туговато. Вот я их слушать люблю, понимаю. А рассказчик из меня, ну, как кущий. Вот обезьяна мне нравится. Помните, да? Сидит обезьяна, получит банан в воде. Крокодил проплывает. Говорит, обезьяна, ты что делаешь? Она говорит, дай 10 рублей, скажу. Он дал, она говорит. Банан мою. Он говорит, дура. Дура, не дура, 100 рублей заработала. О, примерно так же, да. Какая разница, что делать на этих каналах, которые там развилась. А деньги вот считать она умеет. Как она сегодня четко, она все разложила. Сколько она зарабатывает с партнерки, не с партнерки. Все рассудила, все посчитала. Даже, даже Славике, ну, болезнь она посчитала. Вообще, вот, да, как-то у меня вот сегодня прям сумбурно все получается, да. Но я ведь ее смотрела. И Славика мне было жалко. Я старая бабушка за Славика молилась. Честно молилась. Пока мальчишка не вышла из больницы. А потом прочитала, что, оказывается, нельзя молиться за человека, если он не просит, или в этом нет нужды. Так батюшка сказал. И вот я теперь думаю, была ли нужда. Ну, успокаиваю себя тем, что мальчишка-то вылечился практически, да. Ну, так сказать, на пути. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо. В общем, здоровье – дело хорошее. Так что, вот, на этой теме я с вами прощаюсь. Шарфик сниму. Да, я старушка. Ну, уж не такая. До деменции, я надеюсь, недалеко. Вот, наследственность у меня неплохая. Так что мы еще с вами будем встречаться. Не теряйте меня. Пока-пока. Всего вам доброго. Хорошего. Приходите на мой канал. Но теперь, с сегодняшнего дня, я уже не буду оставлять тех, кто будет мне говорить, что я злая, завистливая и прочие рекомендации, которые совершенно мне в этом плане не нужны, потому что я человек взрослый, все знаю, все понимаю, я их буду вовремя, наверное, убирать, если у меня получится. Я вообще-то учусь, но я человек в своем возрасте еще обучаемый. Всего вам доброго. Всех вам благ. Благодарите судьбу за то, что она вам посылает. Еще раз до свидания.